Привет друзья, мы продолжаем сборку сама сбора с кинематикой CoreXY. В сегодняшнем обзоре мы сделаем из подручных средств крепление для установки концевиков осей X, Y, Z, так как мой проект рассчитан на сборку без использования второго принтера. Также установим Bowden систему, за работу которой будет отвечать BMG Feeder от компании Mellow Store, который проверен временем и ни разу меня не подвел. Еще мы подключим два блока питания к сердцу нашего принтера, а именно материнской плате BitlyTec SKR 1.3 с драйверами TMC 2208. А также я вам расскажу о тех проблемах, с которыми столкнулся в процессе настройки. Этап дальнейшей сборки мы начнем с материнской платы SKR 1.3, хотя изначально я планировал поставить топовую плату в версии 1.1 Pro, которая позволяет ставить аж три экструдера, имеет огромное количество дополнительных столктов и разъемов подкрепления датчиков и кулеров, да и в целом на сегодняшний день ей по сути нет равных на рынке, как по цене, так и по качеству. Но все же экспериментировать на ней я не решился и оставил ее на десерт. Поэтому все настройки будем проводить на проверенный временем SKR 1.3 с драйверами TMC 2208 без UR третьей версии. Хотя я вам рекомендую купить комплект SKR 1.4 Turbo и к ней дрова 2209, так как плата более функциональная, а сами драйвера намного интереснее и к тому же рассчитаны на большие токи. Поэтому я такие себе уже заказал для SKR 1.1 Pro. Итак, друзья, SKR 1.3, очень функциональная материнская плата за небольшую стоимость, в которой присутствует более чем достаточно разъемовых слотов под соответствующий девайс. На материнской плате есть два предохранителя, также возможность подключения сразу двух хот-эндов, одного нагревательного стола и вход от блоков питания 12 или 24 Вольта. Три разъема под концевики, минимум и максимум. Имеет также возможность подключения как LCD, так и TFT экрана. Выход под термодатчики стола и двух хот-эндов. Единственное, что не понравилось, это MOSFET и без радиаторов. На плате присутствуют два разъема под кулеры. Это разъем под обдув детали с возможностью изменения программ на скорости. И второй разъем 12-24 Вольта для обдува радиатора хот-энда. Также можно подключить 5 шаговиков XYZ и 2 экструдера. И конечно же датчик BLTouch. Сама же плата является 32-битной и собрана на микроконтроллере LPC1768. Теперь по подключению. Так как я использую драйвера TMC2208 без UART, то нам нужно убрать все перемычки. Кстати, каждая из них подписана на плате, и вы не ошибетесь. Чтобы обеспечить максимальную точность и плавность перемещения, нам нужно установить деление шагов 1 к 16. А для этого давайте посмотрим в таблицу, согласно которой для драйверов TMC2208 нам нужно запкнуть только две первые строки, MS1 и MS2. То есть поставить две перемычки. А теперь очень важно. На материнскую плату можно подать питание не только от блока питания, но и через USB, просто сместив вправо перемычку. Драйвера от BigTreeTex ставятся согласно цветовой разметке. Но если вы используете другого производителя драйвера, то обязательно посмотрите распиновку. Иначе можете спалить не только сам драйвер, но и плату. В качестве дисплея я буду использовать TFT-экран 3.5 дюйма версии 2.0 с возможностью подключения SD-карты напрямую в сам экран. Но сразу хочу отметить, что подробной информации по установке такого экрана в интернете очень мало, и поэтому я потратил много времени на поиски. Лучше немного переплатить и прикупить уже более продвинутый и более популярный TFT-экран версии 3.0, который я также на днях дозаказал в Китае. В отличие от версии 2.0, этот экран можно использовать в двух режимах. Тач-скрин или же привычный эндеровский скролл. Можно подключить USB-флешку прямо в экран и даже поставить Wi-Fi-модуль. На сегодняшний день это лучший вариант. С версии 2.0 идет соединительный провод, одну сторону которого мы подключаем к дисплею в разъем RC-232, а вторую к материнской плате, в разъем TFT, как показано в видео. Переходим к настройке токов драйверов. Обязательно перед этим отключите все шаговые двигателя. Для драйверов TMC2208 с референсным резистором RSN011 используются специальные формулы для расчетов. Чтобы вам было проще, я решил сделать калькулятор в Excel. VRF напряжение на драйвере. ERM с постоянный ток на двигателе. Рабочий ток. IMAX пиковый ток на двигателе. Формула VRF, то есть подстроечного резистора. ERM суммножить на 2,5 в скобочках деленной на 1,77. Если вы знаете параметры вашего двигателя, а именно рабочий ток, то подставляете и получаете уже конкретный результат. В моем случае я использую набор моторов от компании Mellow Store. Перед вами параметры этих моторов. 2,8 вольтаж, 1,5 ампера. Насколько я понял, это пиковый ток. Если вы считаете обратно, обязательно напишите в комментариях. Но мы будем рассчитывать именно как пиковый. А это дополнительные параметры, возможно, они вам пригодятся. В принципе, очень мощные моторы с очень хорошей плавностью хода ротора. Всем рекомендую, действительно очень классные. В данных полях мы указываем те значения, которые мы знаем. IMAX 1,5 ампера. И сразу получаю расчет. ERM, это рабочий ток, будет составлять, грубо говоря, 1 ампер. Давайте его тоже поставим. 1 ампер. И сразу получаем VRF. То есть напряжение подстроечного резистора, который нам нужно выставить на материнской плате. 1,4. Мне показался такой калькулятор очень удобным. И я обязательно его выложу под видео в описании. Определив оптимальное значение тока, переходим к замерам на материнской плате. Минусовой щуп мультиметра ставим на минус блока питания, или самой же материнской блаты. А плюсовой щуп зажимаем отвертку. Для удобства регулировки. Вставляем подстроечный резистор. И по часовой стрелке прокручиваем. У нас значения должны уменьшаться. Против часовой увеличивается. Мы должны поставить с вами 1,4 вольта. Но я решил немного сбавить до 1,32, дабы уменьшить перегрев моторов. Такую процедуру проводим на всех драйверах. За исключением экструдера, на котором можно поставить значение выше, так как нагрузка на нем лежит больше. Настроив токи, переходим к электрике. Как вы помните, я купил два блока питания Minwheel 24 вольта по 15 ампер, вместо одного на 25 ампер. И сделал я это осмысленно, так как в случае чего у меня всегда останется в запасе один блок. Если, к примеру, я перейду на питание стола 220 вольт, или, например, сгорит один. Изучив тонну литературы, я сначала подключил их параллельно, но в процессе тестирования обнаружил конфликт между ними, из-за чего чувствительный драйвер экструдера в какой-то момент просто переставал подавать пластик. Поэтому было принято правильное решение использовать один блок питания для стола, а второй для материнской платы с шаговиками и другими девайсами. В таком случае конфликта нет, и каждый блок работает только со своей нагрузкой. Но сперва обеспечим безопасность при тестировании, а для этого я решил использовать обычный выключатель, в случае чего очень удобно и быстро можно обесточить всю систему. Оба блока питания я подсоединил на один провод 220 вольт, и при нажатии на кнопку стоп они оба отключатся. Кстати, в Китае я уже заказал более компактный выключатель. На материнской плате нет дополнительных разъемов под кулеры обдув материнки, но это не страшно, так как я буду использовать понижайку LM2596, запитаю ее напрямую от блока питания. К тому же это очень удобно, ведь с помощью подстроечного резистора мы можем понизить подаваемое напряжение, а значит снизить обороты и, соответственно, шум кулеров 40 на 10. Для удобства демонтажа кулеров и девайсов на проводах лучше использовать пиновые разъемы, которые я также купил в Китае. А теперь давайте проверим работу шаговика. Ну и как вы видите, все работает отлично, поэтому можно смело переходить к следующему этапу сборки электроники. Как я уже говорил, один блок питания отвечает за материнскую плату и все остальные девайсы, а вот подключение нагревательного стола, который может тянуть до 250 Вт, лучше подключить на отдельный блок. Для этих целей был куплен в магазине Mellow Store специальный MOSFET на 25 А, с помощью которого мы легко подключим наш стол к блоку питания с управлением через материнскую плату. Сразу хочу отметить, что полярность на данном девайсе важна только при подключении самого блока питания, а нагревательный стол и управляющий провод на материнку не нуждаются в соблюдении полярности. Схема подключения простая, тянем два провода от блока питания к MOSFET и от MOSFET белый провод к материнской плате, а остальные два провода подсадим к нагревательному столу, когда перенесем всю электронику на наш самосбор. Теперь переходим к установке концевиков. Я буду использовать два вида механических концевиков в режиме замыкания, то есть при нажатии на рычаг концевики замыкают цепь и по ней течет ток, тем самым говоря о материнской плате, что ось доехала до своего предела и нужно ее остановить. В отличие от оптического концевика, для работы механического нужно только два провода, поэтому один провод мы убираем. А для этого давайте посмотрим распиновку материнской платы, согласно которой в разъеме концевика присутствует три выхода, 5 вольт, земля и 1,29. Мы должны подключить один провод на землю, а второй на 1,29. А теперь очень важно, проверим работу концевика. Если правильно все подключено, то при нажатии на рычаг цепь должна замкнуться, а сопротивление не превысит 0,3. Если у вас наоборот, то тогда нужно перекинуть один из проводов на соседний разъем и снова проверить сопротивление. Как я говорил ранее, для сборки самосбора не нужен второй принтер, поэтому крепление концевиков сделал из подручных средств, а именно куска пластика, в котором паяльником выжег углубление под контакты. Но вы можете напечатать и на 3D принтере. Модель я естественно приложу в архив. Для оси Y было сделано похожее крепление и соответственно 3D модель для печати на 3D принтере. Точно так же, как и для оси X. Когда принтер будет полностью протестирован, я распечатаю и установлю эти крепления вместо самодельных. Ну что ж, давайте установим концевик на ось Z. При этом со стола обязательно уберите стекло, чтобы в случае чего его не раздавило соплом. Теперь переходим к оси Y и также проверяем работу концевика. Концевик оси X крепим прямо на каретку, в которой нужно сделать два отверстия под саморез. Кстати, саморезы держат отменно в металле. Ну что друзья, принтер уже собран и готов к предварительным тестам. Но сперва еще раз пробежимся по электронике и электрике. Покажу как я разместил те или иные компоненты и соответственно подключил их. Как видите, все детали лежат на корпусе термокамеры Ender-A3 и я пока еще не доделал дно у принтера. Поэтому еще предстоит нам много работы, чтобы перевести все в порядок и конечно же избавиться от обильного количества проводов. А для этого я уже заказал в Mellow Store несколько различных наборов кабель-каналов. Мы их протестируем и посмотрим, какой из них будет лучше. Также сделаем корпус для материнской платы, TFT-экрана и других девайсов. На наш самосбор я установил BMG-фидер от Mellow с редуктором. И вам тоже рекомендую это сделать, так как он дает высокую точность подачи филамента и самое главное позволяет печатать всеми видами пластик. Но учитывая большую длину тефлона, не рекомендую ставить короткий мотор. Лучше поставить 48-й, так как для него это будет небольшая нагрузка. А теперь в меню принтера выбираем Home и держа руку на кнопке Stop проверяем, чтобы наши концовики правильно отработали и оси двигались в правильном направлении. А именно в левый верхний угол ближе к нам. Прошивка отработала отлично, концевики также не подвели, но к сожалению все так просто и об этом мы поговорим уже в следующем видео. Так как точной и правильной инструкции по наладке принтера в интернете практически я не нашел. И поэтому мне пришлось потратить очень много времени, чтобы разобраться с каждой функцией Marlin. С инвертированием осей, с настройкой области печати, рабочей области, перемещением, ускорением, калибровками и так далее. И поэтому в следующем видео мы уже будем с вами устанавливать Marlin. Я покажу как это я делал, вот насколько это правильно вам конечно решать. Мы проведем тестовую печать, но немного спойлерну и скажу, что все работает просто великолепно. Я очень доволен результатом и надеюсь вы также разделяете мою радость. Не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок на замечательные магазины из Китая, которые позволят вам сэкономить. А с вами был Макс, не забудьте подписаться на канал, до новых встреч, пока друзья.